Мы даже проводим акции всегородские «Покорми зимой птиц». В холодное время года обитатели лукоморий переходят на зимний режим. Вольеры утепляются, а в меню появляется больше питательных веществ. К зимовке мы подготавливаем животных, начиная с кормов, более насыщенными микро-макроэлементами, витаминами. Потом сенаж у нас также производится, закупка и скармливание в течение зимнего сезона. Также утепляются вольеры у нас, подстилка у нас солома, опилки для утепления пола. А еще работники парка подумали и о бездомных животных. Чтобы они не голодали, купили специальный аппарат. Вот сюда пускается пластиковая бутылка, использованная. А вот сюда высыпается корм. Ну, то есть, как бы бонусом за эту бутылку. Готовятся к зиме и автомобилисты. Перед наступлением холодов необходимо проверить наличие всех жидкостей в авто и обязательно, чтобы они были готовы к минусовой температуре. Ну и, конечно, самое главное правило – поменять резину на зимнюю. Начали уже севастопольцы переобуваться в зиму? Да, начали. Уже запись, даже на неделю. После шиномонтажа, развал схождения, ну, как бы, желательно, не обязательно. Кажется, и делают по-своему. На рынках и в магазинах большим спросом сейчас пользуются теплые вещи. Севастопольцы утепляются. Правда, синоптики уверяют – спешить некуда. У нас в данный момент антициклон стационирует и до конца недели будет оказывать на нас влияние. И произошло в предыдущие сутки активное вторжение холода, а на последующих температура постепенно повышается и высотная температура повысится на 10 градусов и выше. Еще несколько дней холодов можно не бояться, а значит, времени на то, чтобы подготовиться к зимовке, становится больше. Валерия Нечпал, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.